Друзья, это видео о тигре. Тигр это крупнейший наземный хищник, который уступает по весу только бурым и белым медведям. Различают 9 подвидов тигра, из которых в 21 веке сохранилось всего 6. Общая численность популяций составляет от 4000 до 6500 особей. Тигры занесены в Красную книгу. Тигр крупная и самая тяжелая дикая кошка, но все известные подвиды заметно отличаются по размеру и весу. Самый крупный это бенгальские амурские тигры. Самцы в длину от 2,3 до 2,5 метра, с массой тела около 300 кг. Высота в холке 1 метр 15 сантиметров. Самки обычно уступают самцам в размерах. Тигр обладает массивным, вытянутым, мускулистым, гибким телом. Хвост длинный, опущенный. Передние лапы пятипалые, задние четырехпалые, когти втяжные. Голова округлой формы, лоб вытянутый, уши маленькие, закруглены формы. По бокам головы расположены баки. У животного хорошо развиты клыки до 8 сантиметров в длину. У тигров хорошо развито ночное зрение, есть цветовое зрение. Шерсть невысокая, редкая, плотная и низкая у южных подвидов. Высокая и пушистая у северных. Окраска от ржаво-красной до ржаво-коричневой. Брюхо, грудь, лапы внутри светлые. Светлые отметины и заметны также на ушах. Тело покрывает полосы, окрашенные в коричневый или черный цвет. Морда ниже ноздрей, подбородок белые. Вокруг рта есть черные пятна. У хвоста черный кончик и поперечные полосы кольца. Формы и расстояние между полосками разнообразны подвидов, но их количество в среднем около 100. Расположение полос у тигров уникально для каждой особи. Рацион питания у тигров преимущественно состоит из копытных животных. Бенгальские тигры охотятся на дикого кабана. Амурские тигры добывают благородных пеннистых оленей, кабанов, косуль. Суматранские тигры диких кабанов и чепрачных топиров. Среди добычи тигров есть также крупные травоядные животные. К примеру, буйволы, лоси попадают в их рацион обезьяна, фазан, заяц, рептилии, рыба. Порой охотятся тигры на домашних животных, собак, коров, лошадей, ослов. Растительной пищей, орехами, травой, фруктами тоже могут лакомиться в летний период. Полноценное питание для тигра – это 50-70 копытных в год. За один раз прием пищи составляет 30-40 кг мяса. Отсутствие пищи тигр переносит сравнительно легко благодаря наличию подкожного жира толщиной около 5 см. Тигр – это азиатское животное. Его исторический ареал включал Дальний Восток, Россию, Иран, Афганистан, Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день на большей части этих территорий тигр истреблен. Крупные популяции сохранились только в Индии, на Китае и на Дальнем Востоке. В Бангладеш, Бытане, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Иране, Камбодже, Китае, Лаосе, Малайзии, Непале, Пакистане, России, Таиланде. Живут тигры на самых разных ландшафтах, во влажных тропических лесах, болотах, бамбуковых чачах, в тропиках, в сухих саваннах, полупустынях, голых каменистых сопках и тайге на севере. В горах встречаются на высотах до 3000 метров над уровнем моря. Я не буду приводить все виды тигра. Кому интересен какой-то вид, сниму видео отдельно, пишите в комментариях. Половой деморфизм у тигров проявляется в более крупных размерах самцов по сравнению с самками. А крашеные и самцы, и самки одинаково. Тигры наиболее активен утром, вечером и ночью. День обычно тигры проводят в логовах, передвигаясь крупным шагом. На деревьях не лазают, воды не избегают и хорошо плавают, а жители южных районов даже регулярно купаются. Выносливые тигры к низким температурам линяют дважды год. В марте и сентябре. Тигры в основном молчаливы и редко подают голос. Только во время брачного периода самцы начинают глухо реветь, а когда злятся или нападают на добычу, то рычат. Взрослый тигр – территориальное животное, которое ведет одиночный образ жизни и яростно защищает свой участок. Свою личную территорию тигр помечает разными способами. Мочевые метки оставляет на стволах деревьев, скалах, кустах. Взрыхливает снег или почву, трется от деревья и оставляет царапины на стволах. Размеры личных территорий определяются местом обитаниям, количеством добычи, наличием самок для самцов. Тигрицы обычно занимают площадь около 20 км2, а самцы – 60-100 км2. Самки могут жить на территории самца. Территориальное поведение у самцов очень агрессивное. Они не впускают на свою территорию чужаков и вступают с ними в серьезные бои. Уживаются они только с тигрицами. В свою очередь, самки нормально ладят друг к другу и могут мириться на пересекающихся участках. Охоту тигра ведут только в одиночку или подкрадываясь к добыче зимой или подстерегая в засаде летом. Своих жертв часто выслеживают рядом с водоемами. Добычу могут преследовать 100-150 метров, развея скорость до 60 км в час. Тигр – полигамные животные. Брачный период у них приходится на декабрь-январь. В это время самцы часто дерутся за самок. Так как тигрица способна к оплодотворению только несколько дней в году, то спаривание происходит в это время много раз. Первое потомство у самок наблюдается в возрасте 3-4 лет. Рожает тигрица обычно 1 раз в 2-3 года. Продолжительность беременности составляет от 97 до 112 дней. Для выведения потомства самка устраивает логово в труднодоступном месте, в расщельнах, среди камней, в пещере, в буреломе. Тигрята появляются на свет в марте-апреле. Их от 2 до 4 штук. Они слепые, беспомощные, весят от 1-3 до 1,5 кг. Глаза у них открываются спустя 6-8 дней. Первые 6 недель длится молочное вскармливание. Ухаживает за ними только самка и самцов не подпускает. В 8 недель тигрята покидают логово и следуют за матерью. К самостоятельной жизни они приступают в 18 месяцев, но могут оставаться самкой до достижения половой зрелости. Самки становятся половозрелыми в 3-4 года, самцы в 4-5. За жизнь самка приносит 10-20 тигрят, наполовину гибнет в молодом возрасте. В природе тигры живут около 25 лет. На всем своем ареале тигры – это вершина пищевой цепи, и другие хищники на него не нападают и не составляют ему конкуренцию. Напротив тигры нападают на волков, леопардов и питонов. Опасность друг друга представляют амурский тигр и бурый медведь. Потенциально опасны для тигров крокодилы. Основной фактор, который ограничивает численность популяции тигров – это хозяйственная деятельность людей и охота с трофейными для добычи шкур, лечебными целями, применением в медицине. Из-за охоты и разрушения природной среды, обитание и количество тигров стремительно уменьшается. Еще 100 лет назад популяцию оценивали в 100 тысяч диких тигров, а сейчас их осталось около 5 тысяч. Около 20 тысяч животных содержатся в неволе, что предотвращает полное уничтожение видов. Кроме того, тигры находятся под международной охраной и, как я сказала, внесены в Красную книгу. Охота на них строго запрещена. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал! Субтитры создавал DimaTorzok